Сотни отдыхающих беспечно проводят время в различных пансионатах, отелях, домах отдыха, гостиницах Абхазии. Мы всегда рады каждому из них. Как истинный хозяин радуется любому гостю. Но хороший хозяин должен беспокоиться не только о том, как принять и чем угостить гостя, но и позаботиться о его безопасности. На днях в пансионате Самшитовая роща произошел неприятный инцидент. В одном из ресторанов, расположенных на территории пансионата, местный житель в результате конфликта с двумя отдыхающими открыл огонь по ним и ранил их. Этот инцидент может отрицательно повлиять на имидж Абхазии. Как такое могло произойти? Ведь отели, принимающие гостей, обязаны обеспечить их безопасность. На территории Самшитовой рощи, где произошло это преступление, помимо отдыхающих мог попасть любой желающий, так как внутри есть рестораны, кафе, спа, центр. При этом специальный контроль на проходной охрана обычно не проводит. Но после произошедшего инцидента руководство пансионата усилило меру безопасности. Спецконтроля такого у нас нет. Его просто визуально посмотрели, спросили, в каком направлении идете. Если это рестораны, то в рестораны, если в лечебный корпус, то в лечебный корпус. Если за какими-то справками, то он приходит до регистратуры, спрашивает. В холле также стоит сотрудник службы безопасности, видят все, пропускают. Вот в таком режиме вход в связи с последними происшествиями, да, ограничиваем. А и в дальнейшем, скорее всего, тоже будут эти ограничения. В пансионате в настоящее время отдыхают порядка тысячи человек. После случившегося здесь усилили охрану. По всему периметру пансионата, на пляжной зоне, а также в холле теперь стоят по двое охранников. На территории почти в 10 гектаров камер видеонаблюдения всего 20. Но уже в ближайшее время их увеличат вдвое. Вселяет надежду тот факт, что даже после случившегося отмены брони не было. Хотя все же не обошлось без негативных отзывов в интернете. Но несмотря на все это, постояльцы самшитовой рощи говорят, что отдыхом они довольны. В принципе, старались не выходить за пределы отеля, потому что местность, не знаем, если ездили на экскурсии, все достаточно прилично было, все хорошо. Это могло произойти в любом месте земного шара. В России, в Абхазии, в Австралии, везде же есть такие случаи. Но вы чувствуете себя здесь в безопасности? Да. Здесь хорошо, относятся, все хорошо. Единственное море прохладное, так все очень хорошо. Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Расскажите, пожалуйста. Конечно, конечно. Ребенок у меня один вот здесь вот играет, бегает везде. Здесь классно. А вне территории пансионата вы тоже так же чувствуете себя безопасно, комфортно? Да, комфортно. Совершенно не страшно. Мы события эти не слышали и, в принципе, ничего такого не чувствуем. А вот на территорию пансионата Литфонд попасть посторонним не так-то просто. На проходной данные всех посетителей фиксируют в специальный журнал. Здесь же записывают и номера автомобилей. Далее сообщают охране, которая дежурит уже непосредственно внутри, что на территории находятся посторонние. И за ними ведется пристальное наблюдение. При этом стоит отметить, что подозрительных лиц сюда не запускают вовсе. Уже в течение 10 лет, можно сказать, никакого хулиганского проявления на территории не было у нас. Не говоря уже о краже какого-то общества, отдыхающих и тому подобное. Охрана, количества охранников у нас достаточно. Ну, может быть, качество не совсем, как хотелось бы. Но то, что есть, то есть. Иногда бывают уже знакомые наши давно, от которых можно не ожидать ничего плохого. Мы их пропускаем, они проходят. Сидят, кофе выпили, мороженое покушали и уходят обратно. На территории Литфонда три стационарных поста. На каждом из них дежурят по одному человеку. Остальная территория патрулирует с охранниками. Кроме того, ежедневно сотрудники местного РОВД проводят осмотры территории вместе с охраной пансионата. Помимо всего прочего, здесь установлено 111 камер видеонаблюдения, в том числе и на этажах. Фактически попасть на территорию незамеченным невозможно. Заходим в систему. Вот, например, 11-я камера. 11-я камера, вот, например, 14-го числа. Вот видите, у нас полоса до 24-х часов. Потом в любое время нажимаем, куда хотим, и у нас все происходящее происходит на экране. То есть мы видим все, что происходит. Если что-нибудь случается такое у нас, где-нибудь драка или что-нибудь, мы сообщаем охране. Охрана уже, естественно, потом вызывает милицию или сами развивать. Так что у нас все камеры сходят с камерами, все они рабочие. Туристы, проживающие в пансионате, говорят, что чувствуют себя в безопасности. Нам здесь очень нравится. Мы не первый раз здесь, третий год уже, все нравится. И территории, и персонал, охрана, ну, все нравится. И приемства, и для детей детские площадки, и вообще все-все здорово. Даже за детей не боишься, что они убегают вот тут, вот, вроде все здесь. Да, что мы можем оставить детей на территории, вот, сами на море, а дети здесь гуляют, ходят везде. Объединение пансионатов Курорт Питсунда представляет собой комплекс из семи высотных корпусов, которые расположены между Сосновой рощей и морем. Как и в советские годы, Курорт Питсунда является излюбленным местом отдыха туристов. В настоящее время комплекс заполнен отдыхающими практически на 95%. Территория объединения пансионатов Курорт Питсунда составляет 22 гектара, и ее охрана обеспечивает 37 человек. Стоят камеры в видеонаблюдении, но, к сожалению, они не работают по техническим причинам. В ближайшие два дня мы их пускаем в эксплуатацию. Есть у нас дополнительные соглашения с местным ОВД. К нам сейчас должны приехать курсанты Сухумского училища, школы милиции. Они будут проходить практику. Здесь мы предоставим им жилье и питание. У нас семь корпусов. В каждом холле есть свой охранник. Они работают посменно. Сейчас, наверное, будем... Все-таки был у нас разговор в дирекции, что нам нужно чуть-чуть добавить. Туристы и здесь говорят, что отдыхом они довольны, и никаких жалоб нет. Комфортно. Даже, как-то, можно сказать, по-европейски больше здесь сейчас стало. Очень хорошо. А в плане безопасности? В плане безопасности, хочу сказать, тоже, думаю, все в порядке. Ничего такого смехиестественного не происходит здесь. Мне понравилось, что очень хорошо относятся местные жители к туристам. Никакого негатива абсолютно не чувствуется. Никто не пристает. Очень переживали на этот счет, но ни одного случая не было. Позитивные люди, наоборот, всегда приглашают к ним на застолья, прогуляться, экскурсии на каждом шагу. В целом, очень довольны. Все безумно нравится. На территории курорта Питсунда до сих пор ведутся работы по его благоустройству. К примеру, все торговые точки, которые располагались вдоль всей набережной, разместили в одной локации. Кроме того, идет строительство торговых павильонов. Все эти сувенирные лавки в скором времени переместятся в новые павильоны. Помимо этого, нас заверили в том, что здесь обязательно будут приняты серьезные меры безопасности. Алика Трапшти, Мургогохи, Абхазское телевидение.